В голос Мне читать вопрос Да, я буду говорить, так будет лучше слышно Пока она сейчас подключается Я буквально Подержать Я за новых штуками схожу Внизу Можете включить экран А это для чего? Да, для случайного Так лучше вас слышно будет через микрофон Потому что А, все Итак, дорогие друзья Сейчас немножко нужно будет подождать Мы подключаемся Набирается как можно больше людей И мы с вами начнем Готовьте ваши вопросы Сейчас буквально еще одна минутка И мы с вами начнем Уже всем случайно Итак, я думаю, мы можем начинать Тема нашего эфира Азбука Успеха Вы угодно сейчас минут 5-10 расскажете И дальше будут ответы на вопросы Здравствуйте, дорогие мои друзья Я рад, что мы с вами опять встретились Я хочу вам представить Мою книгу Называется Азбука Успеха Так она выглядит Эта книга Написана в основном По семинару Который также Называется Азбука Успеха Я его читал Дет 10 назад Во многих городах В Днепропетровске В частности В Омске Вот И У меня нормально слышно все Как вас Как слышно, Олег Геннадьевич Напишите, пожалуйста, в чате Да, нормально И суть этой книги заключается в том Что Эта книга Как бы Она идет Ставит такой параллель Что В основном Большинство людей Они пытаются Какой-то Внешний успех Найти в жизни Думая, что Вот если они Там Какую-то нишу свою Выберут Правильную Просто Как бы Им повезет Тогда они станут Успешными Но Надо понять, что Даже для выбора ниши Человек должен развиться Как личность До определенной До определенной Стадии Что Даже если ты поймешь Как устроена Твоя природа Как ты Эффективен То Это понимание Оно тоже Приходит Как развитие На определенной Стадии жизни И вот это Самое сложное Развивать себя То есть Понять Как это делать Какие есть Этапы Для мужчины Свои этапы Для женщины Свои этапы Само понимание Успеха Тоже Оно может быть Разным Потому что Допустим Человек может Быть хорошим Бизнесменом Но у него Разрушится здоровье И он потом Станет инвалидом В чем тогда Успешность Или человек Допустим Имеет хороший бизнес Но у него не клеится Личной жизни Или он не может Зачать детей Или Он просто Лишен Возможности Жить на родине Там где ему нравится И так далее То есть Успех Это такая Комплексная вещь Но в конечном Счете Надо понять Что жизнь человека Предназначена Для глубокого Постижения Истины Своей природы Внутренней И в этом Заключается Главный успех Потому что Все остальное Фактически Означает Что он просто Поддерживает Свою жизнь Но сама жизнь Она имеет Более глубокую Природу Она имеет Более глубокую Ценность И смысл Ее имеет Тоже Более глубокое Значение Если человек Все это В комплексе Понимает Он и эту жизнь Счастливо Хочет прожить И на будущую жизнь Тоже запас Дать Своей судьбы Какой-то Серьезной Тогда Можно сказать Что этот человек Успешный Но если он Только семью Минутными Какими-то Радостями Живет И желаниями То Вряд ли Такого человека Можно назвать Успешным И серьезным По отношению К себе Ну вот Книга Она многие Эти моменты Обсуждает Тут Вот говорится О том Что важно Научиться Быть разумным Или послушным Или слушаться Слушать Вторая глава Говорит О труде Что есть Душевный Физический Возвышающий Труд Позиция Лидера Говорится О лидерстве Говорится О том Как Можно Стать Допустим Лидером Открыть Своё дело Поддержка Семьи Как Стать Счастливым Как Отречься От Каких-то Временных Благ Чтобы Посвятить Себя Более Важным Вещам И Так Далее Духовное Развитие Тоже Здесь Освещено В конечном Щёте Я думаю Что Мы С вами В беседе Больше Разберёмся В этих Вопросах Поэтому Я думаю Лучше Начать Задавать Какие-то Вопросы Писать Наша Тема Сегодня Азбука Успеха И Разные Аспекты Успеха Можно Изучать Освещать Своими Вопросами Я буду Отвечать Скажите Пожалуйста Илья Геннадьевич Что Помогает Стать Успешным Человеком Какие Действия Первое Что надо Сделать Надо Понять Чего Человеку Не хватает В современной Жизни Человеку Не хватает Сил Ну То есть Есть Силы Природы Это Силы Природы Дают Человеку Здоровье То есть Чтобы Их Получить Нужно Совершать Три Вещи Это Аскезы На Природе Можно Бег Йога Дыхательные Упражнения Разные Это Пост То есть Или Правильное Питание Второе Что Нужно Знать Для Того Чтобы Контактировать С Природой И Нужно Знать Что Природа Она Всегда Отдает Тому Кто Живет Любви Кто С любовью Относится К этому Миру То есть Первый Аспект Успеха Это Здоровье Бездоровье А здоровье Означает Также Хорошая Работоспособность Энтузиазм Хорошая Концентрация Внимание Это все Имейте Ввиду Именно От здоровья Зависит Здоровье Также Означает Хорошее Настроение Потому Что Когда Человек Болен Прежде Всего Настроение Страдает Здоровье Означает Также Творческий Потенциал Человека Это все Здоровье Идет Когда Человек Здоровый Он Может Хорошо Быть Активным И Жизнеспособным Дальше Вторая Составляющая Успеха Это Социум Действие С этим Миром То есть Разные Виды Любви В отношениях Они Развивают Человек Например Любовь К старшим К правительству Дает Человеку Взлет Вверх Он В социальном Статусе Очень сильно Поднимается Любовь К близким К жене Дает Человеку Счастливую Жизнь И дает Возможность Вообще Создать Любовь К людям В целом Если ты Любишь Женщин Любишь Мужчин То Ты сможешь Иметь Нормальную Семью Любовь К Младшим Дает Человеку Возможность Иметь Как бы Свою Команду Иметь Свой Бизнес Уважение Защита Младших И так далее То есть Это второй аспект Развития И третий аспект Развития Это та вещь Которая дает Человеку Возможность Преодолевать Непреодолимое Это взаимоотношение С Богом То есть Если у тебя Тюрьма там Светит Если у тебя Тяжелое Неизлечимое Заболевание Одиночество Там еще что-то То Что молитва Посещение Храма Связь С наставником Со святыми Людми Дает Возможность Прорваться Сквозь Непреодолимые Препятствия А если Говорить О Допустим Деятельности То там Тоже Есть Свои Этапы Например Первый Этап Деятельности Любого Человека Это Человек Просто Начинает Заниматься Тем Что ему Нравится Просто Ему нравится Это делать Это называется Этап Хобби На этом Этапе Человек Не очень Сильно Глубоко Понимает Насколько Он будет Эффективным Он просто Делает То Что ему Нравится Обычно Он делает То Что людям Не надо А надо Только Ему На втором Этапе Развития Этот этап Можно Назвать Этапом Который Привлекает Умственные Способности Человека И Он Называется Этапом Способности В целом Человека То есть На этом Этапе Способности Человек Находит То Что он В чем Он эффективен То есть Он может Денег Много Там Зарабатывать Но Обычно Он устает В этой Деятельности И Она Его Утомляет И он Не может Реально В ней Глубоко Себя Принять Как бы Что это Его работа Его деятельность И третий Этап Называется Предназначение Человека На этом Этапе Чтобы На него Найти Нужно Человек Должен Стать Разумным То есть Он должен Научиться Жертвовать Свою деятельность Другим Стать Ответственным Стать Таким Человеком Который Заботится На благо Других Работает И Соединение Возможности Понимать Себя И Других Дает Способность Действовать На уровне Своего Предназначения И Четвертый Этап Развития Обучает Других Это В общем-то Наставничество Если Говорить О Развитии Мужчины И Женщины То Они Тоже Отличаются Самый Сильный Импульс Развития Для всех Мужчин И Женщины Это Поиск Бога Дает То есть Если Человек Начинает Духовной Практикой Заниматься Он Взлетает Сильно Во всех Аспектах Это Первый Этап На Втором Этапе Женщина Должна Отношения Мужчина Семью Ну то есть Первый Этап Бог Для всех Второй Этап Мужчина Женщина Отличается И Третий Тоже Отличается То есть Это Как бы Пополам Развитие Ну то есть Женское Мужское Вот Также Очень важно Понять Что Есть Еще Разные Другие Виды Развития Человека Например Есть Образование Ну кстати На которое Сейчас Основная Ставка В мире И делается То есть Человек Думает Что Если Он Получает Очень Какое То Крутое Образование То Это И есть Основа Успеха Но Как бы Образование Это Важная Вещь Ну понимаете Точно так же Как семечко Допустим Конечно Классно Иметь Пальм Семечко Пальмы Финиковой У тебя Тогда Будут Финики Ты Вот Это Семечко Получил Это Образование Но Это Семечко Оно Еще Несколько Вещей Совпасть Оно Должно Попасть В Правильную Почву Ваши Отношения С Окружающими Людми То есть Если Вы Допустим Сильный Человек Развитый Но Отношений Нет То Солнца Нет Допустим Почва Хорошая Солнца Нет Финиковая Пальма Не Вырастет Ну То Есть Вот Эти Три Аспекта Образования Нужно Нужно Правильное Отношение С Людми И Нужна Сила Личности То Есть Сам Человек Должен Быть Развим Вот Эти Вещи Дают Успех Совместно Если Чего Одного Нет Тогда Успеха Нет Вот Вы Сказали Про Наставника У Вас Будет Онлайн Семинар На Днях Можете Немножко Нем Ну Да Вот Как бы Приглашаю Вас В Субботу Воскресенье В 11 Утро По Москве У нас Будет Онлайн Семинар Это Знаете На Сайт Треснов 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 Заходите И там Прямо В самом Центре Клумба Стоит На Эту Клумбу Нажимаете Там Найдете Или В Рекламе В Расписании Там Можно Найти Онлайн Семинар Доктора Треснов По Какой Теме По теме Наставничество То есть Там Как раз Мы будем Эти вопросы Серьезно Это Очень Серьезная Тема Потому Что Там Просто Все Плавают То есть Некоторые Думают Что Наставники Это Только Святые На Иконах Некоторые Думают Что Наставники Это Люди Которые Должны Удовлетворять Все Мои Потребности То есть Если У меня Есть Наставник Значит Я По каждому Насморку Своему То есть Ну то есть Как бы Много Заблуждений В этой Связи Некоторые Думают Что Наставник Означает Если У тебя Есть Значит Ты Уже Закабален То есть У тебя Нет Свободы Выборов Ты Как будто Раб И так Далее Ну то есть Как бы Надо Развеять Все Эти И Большинство Людей Даже Не Понимают Зачем Нужны Наставники Вообще В принципе Большинство Людей Думают Что Самый Главный Наставник Это Мой Собственный Ум Ну Поэтому Вот Надо Разобраться В этом Приглашаю Вас Это Будет Шагом К вашему Успеху Изучение Этой Темы Скажите Пожалуйста Последние Несколько Лет Испытываю Финансовые Трудности И Такое Ощущение Что Успех Покинул Меня Что Мне Делать Чтобы Выбраться Из Эти Вот Видите Вот Когда Вы Говорит Несколько Лет То есть До Этого Был Успех И Теперь Бац Полоса Это Называется Плохой Период Судьбы И В этом Случае Единственное Что Надо Делать Это Надо Поддержать Здоровье Совершать Аскез Потому Обычно Тает Здоровье В этот Период У Человека И Включаться В отношения С Богом Нужна Молитва Нужна Серьезная Духовная Жизнь Потому Что Судьбу Отодвинуть Преодолеть Можно Только С помощью Духовной Аскезы Вот Если Вы Это Делаете Вас Судьба Будет Разгружать Но Вы Должны Знать Что Если Вы Сказали Несколько Лет Последние Это Значит Что Это Рано Или Поздно Закончится Скорее Всего Достаточно Скоро Закончится Потому Что Полоса Это Может Длиться 3-4-5 Лет Максимум Потом Все Равно Должен Будь Хороший Период Поэтому Духовная Практика Плюс Поддержание Здоровья И Естественно Делать Анализ Своей Жизни Своей Судьбы Но Только В этот Период Не Рекомендуется Прыгать С ветки На ветку То есть Если У вас Не получается В одном Месте Не получается Во втором Где-то Закрепитесь Потому Что Обычно Люди Думают Что Я Не на Той Ветке Пока Сижу Если Идет Плохая Полоса Ни На Одной Ветке Ничего Хорошего Не Будет То Если Идет Не Урожай Значит Не Урожай Значит Куда Ты Не Полезь Везде Будет Не Урожай Поэтому Нужно Просто Подождать И Молиться И Естественно Что Если Ты Будешь Духовной Практикой Заниматься То Эта Полоса Будет Меньше На Тебя Влиять Но И Надо Понять Смысл Этой Полосы Это Как Кружину Когда Ее Нажимают Она Потом Выстреливает То Судьба Делает Чтобы Делать Человека Успешным Судьба Придавливает Человек Он Становится Сильным Когда Его Придавливают Потом Выстреливает А Вот Следующий Вопрос Как Раз Я Думаю В Этой Связи Девушка Ну Как От Семьи Спрашивают У Нас С Можем В Принципе Все Хорошо Но Как Будто Потеряли Цель Смысл В Жизни То Есть Всего Достигли И Вроде Как Бы Успешны Но Нет Куда Двигаться Понимания Дальше То Понимаете Всегда Человек Думает Что Цель Жизни Это Просто Расслабуха Счастье Вот Если Есть Хорошая Квартира Там Живем В Хорошем Месте Там Хорошее Здоровье Хорошие Дети Хорошие Отношения То Люди Думают Что Вот Это Есть Успех Но Обычно Когда Они Всего Это Достигают Они Просто Расслабляются И Становятся Такими Какими Инфантильными Несчастными В этой Расслабухе Понимаете То есть Все Это Надоедает В конечном Счете И Начинается Депрессняк Потому что Человек Не знает Что Дальше Как бы Упахиваться Больше Или Больше По Курортам Ездить Или Больше Детей Рожать Но Некоторые Так И делают Потом Начинают Понимать Что Это Не Выход В Конечном Счете Человеческая Жизнь Предназначена Для Того Чтобы Погружаться В отношения С Богом Для Того Чтобы Духовную Жизнь Устраивать Если Вы Не Понимаете Что Это Такое То Сейчас Куча Сериалов Сериалов Всяких Есть Именно Посмотрите Сначала Такие Фильмы Подумайте На Эту Тему Почитайте Священное Писание И В конце Концов Вы Поймете Что Вот Эта Духовная Практика Погружения В отношения С Богом В отношении Духовные Отношения С возвышенными Людьми Это И есть Счастье То Есть Работа Там Дом Семья Это Все Жизнь То Если Вы Хотите Счастья Настоящего Это Дает Духовная Понять Развивать И Внутри И Снаружи И Тогда Будет Уже Счастье Если Вы Хотите Счастье Потому Что Есть Два Понимания Счастья Одно Называется Ну То Есть Комфорт Или Достаток Или Ощущение Что Все Хорошо Вот Это Ощущение Что Все Хорошо Это Несчастье Это Просто Сон Или Успокоение Вот К Этому Счастью Стремятся Все И Муравьи Кошки И Собаки Все Живут Все Хотят Комфорта И Когда Комфорт Наступает У Меня Кошка Под Домом Ходила Солнце Начало Светить Ее Накормили И Все Наступило Счастье Она На крылечке Легла И Начала Мурлыкать То Счастье То Это Полусомливое Такое Состояние Это Счастье Которым Все Стремятся Животные Люди Но На самом Деле Это Несчастье Это Просто Сон Вот А вот Счастье Это Духовный Полет Это Развитие Это Внутренняя Победа Над Судьбой Это Счастье То есть Разделите Две Вещи Вы Комфорта И Сна Достигли Теперь Достигнете Настоящего Чего Когда Женщине После Рождения Ребенка Лучше Приступать К работе Или Задумываться Над Бизнесом Вот Когда Ребенок Родился Женщина Сначала Должна Социализироваться Заново Потому Что Она Немножко Дичает Когда Ребенка С ребенком Женщина Сидит Она Погружается В личную Жизнь В отношения И Как бы В этом Во всем Варится И Она Становится Немножко Дикой То есть Она Отвыкает От Социума От Общества Поэтому Ей Сначала Нужно Походить На Семинары На Различные На Тренинги То есть Немножко Включиться В жизнь И На Этих Семинарах Тренингах Она Может Себя По Другому Потому Что Женщина Рожает Ребенка Она Все равно По Другому Себя Как Личность Раскрывает И Ну Более Так У Ней Женщина Больше Подходит Вот Которые Уже Име Детей Больше Подходит Такая Детельность Которая Включена Вариантов Заботы Об Обществе О Людях Вот Женщина Для нее Подходит Больше Такая Деятельность И Надо Походить На Разные Занятия Тренинги Раскрыть Себя Немножко И Потом Будет Станет Понятнее И Потом Дальше Уже Конечно Нужно Включаться В Какую Социальную Деятельность Женщина Это Тоже Человек Который Нужается В Социальной Деятельности Не То Она Однозначно Должна Жить Активной Социальной Жизнью Но Никто Не Отменял Ее Семейные Обязанности Как Развить Терпение Там Есть Несколько Видов Терпения Вот Например Если Вы Учитесь Неподвижные Положения Тела Делать Йогой Заниматься Допустим То Этот Вариант Терпения Он Как Б Вот Понимаете Когда Человек Что Значит Нетерпение Это Значит Что Когда Человек Выходит Из В равновесия Это Выходит Из В равновесия Воздушные Потоки Они Выходят Из В равновесия Потому Что Человек Сталкивается Какой-то Несправедливостью Ему Хочется Своё Что-то Доказать И Вот Когда У человека Воздушные Потоки Проработаны То есть Он Или Закаливанием Занимается Или Статическими Упражнениями Или Дыхательными Упражнениями То Он Может Просто Вытерпеть Это Нарушение Жизненного Воздуха Когда Его Заклинило Гнев Пошёл Он Может Это Просто Отдышаться Вытерпеть И Таким Образом Вот Это Терпение Один Терпение Это Просто Ну Будем Так Говорить Психическая Тренированность Человека Это Делать С Помощью Закаливания Дыхательных Упражнений Или Статических Упражнений Три Варианта Второй Вариант Терпения Это Философское Понимание Различий Людей В этом Мире Надо Понять Что В этом Мире Люди Очень Сильно Глубоко Погружены В себя И Очень Сложно Понимают Других Это Касается Всех Людей Вообще Всех Даже Духовно Развитых Все Люди Очень Сильно Погружены В свою Реальность И Очень Слабо Понимают Реальность Другого Человека И Если Ты Эту Философскую Истину Не Понимаешь Тогда У тебя В результате Не хватает Терпения На других Людей То есть Философское Понимание Вот этого Вопроса Тоже Облегчает Жизнь И Также Надо Понять Есть Колоссальные Различия Между Детьми И Взрослыми Между Старыми Людьми И Юными Там Зрелыми Ну То есть Возрастные Различия Различия В вышлении В восприятии Мира Нужно Все Учитывать И Тогда Ты Сможешь Быть Терпеливым Потому Что Ты Будешь Понимать Что Ну Что Ожидать От Человека Что Можно Ожидать Что Нельзя И Так Далее Ну То есть Есть Еще Другой Аспект Терпения Это Понятие Судьбы Вот Например Если Ты Понял Что У тебя Наступал Тяжелый Период Жизни Или Допустим Война Началась Тяжелый Период Всех Аспектов Принятие Самой Судьбы Делает Человека Терпеливым То есть Мы С вами Изучили Три Аспекта Это Первый Аспект Это Можно Назвать Аспектом Выносливости Или Здоровья Второй Аспект Это Мудрость Понимания Различий И Третий Аспект Это Принятие Судьбы То Если Человек В этих Трех Аспектах Развился То Можно Назвать Такого Человека Терпеливым Такой Вот Вопрос У девушки Господь Один Религий Несколько Все Разные Пути Разные Но Ведущие К Нему Все Религии Созданы Господом Тогда Почему Каждая Из Них Есть Разделение На своих И не Своих Как Понять Бога Понимаете Дело В том Что Мы Чем То Отличаемся От Бога Вот Понимаете Каждый Человек Имеет Такое Понятие У нас Есть Как Самосохранение Вот Допустим Если Я не Буду Дышать То Я Умру Если Не Буду Есть Я Умру Если Я Буду Позволять Своей Жене Там Слишком Много Ездить На Умру Вероятно Что Он Уйдет Из Эй Верой И Ты Потеряешь Последователя То Есть Понятие Семейный Эгоизм Есть Понятие Эгоизм Допустим Национальный Каждый Свою Национальную Дель Своя Страна Продвигает Также Есть Религиозный Эгоизм То Означает Что У Бога Нет Эгоизма Он Бескорыстный Для него Мы все Как Дети Но Эгоизм Он Необходим Потому Что Без Него Человек Не Может Выжить В этом Мире Допустим Если Б Я Не Был Эгоизм И Умер Это Эгоизм Заставляет Меня Дышать Или Желание Самосохранения По Другому Сказать Вот Точно Также В Религиозных Традициях Есть Вот Это Желание Самосохранения Поэтому Есть Определенные Философии Которые Отгораживают Одно Религиозное Течение От Другого И Здесь Понимаете Есть Два Понятия Есть Истинный Эгоизм А Есть Ложный Эгоизм Ложный Эгоизм Тупой По Своей Природе Он Говорит Все Плохо Кроме Того Что Я Вот Допустим Человек Говорит Я Только Я Прав Все Остальные Неправы Это Тупой Такой Ложный Эгоизм А Естественный Эгоизм Он Состоит Из Сотрудничества Сотворчества Когда Религиозные Люди Понимают Различия То есть Что Вот Этот Путь Он Мой Он Мне Больше Нравится И Понимает Вот Тогда Этот Эгоизм Уже Истинный Истинный Эгоизм Существует Даже В Духовном Мире Даже Там Есть Различие Понимаете Между Тем Служат Богу Они Все Отличаются Друг От Другой И Этот Истинный Эгоизм Очень Нужен В отношениях Потому Что Дев Дочка Не Может Вести С Как С Отцом А Сын Не Может Как Дочка Есть Различие Но Так Как Они Дети По Отношению К Отцу Они Любят Друг Друг Точно Так же Верующие Люди Должны Любить Друг 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 И Уважать Другие Традиции Но Вот Теперь Я Одно Утверждение Сделаю Которое Вы Можете Принимать А Можете Нет Я Твердо Убежден Что Если Даже Высокого Уровня Наставник Не Принимает Другие Традиции Кроме Своей И Считает Их Всех Ищадием Ада Или Еще Чего То Это Просто Духовно Не Образованный Человек До Конца То Есть Он Образованный В своей Вере Он Образованный Он Может Быть Развитый Как Духовный Как Лидер Но Образование Широкого Для Того Чтобы Иметь Истинный Религиозный Эгоизм У Такого Человека Не Хватает И Поэтому Опираться На Него На Такого Человека В Своем Широте Развития Своего Восприятия Мира Не Стоит Опираться На Людей Которые Более Широко Мыслят И Я Во Всех Духовных Традициях Знаю Таких Людей Я Не Хочу Перечислять Чтобы Не Было Никакой Политики Но Я Изучал Эту Тему И Знаю Что Во Во всех Духовных Традициях Есть Люди Широких Взглядов Которые Принимают Что Бог И там И там И там Есть Что Он Не Только У Нас Вот И Я Думаю Что Все Кто Слушает Мой Лекции Должны Стараться Принимать Такую Позицию Она Ведет И к Миру Кстати Потому Что Все Войны Фактически Они Возникают На Почве Каких-то Религиозных Или Таких Национальных Каких-то Националистических Разногласий Политики Часто Это Используют Для того Чтобы Разжигать Вражду И Понятно Что Есть Политические Разногласия Это Неизбежно Все Страны Защищают Свои Интересы Но Если Люди В целом Будут Понимать Что Важнее Мир И Важнее Любовь Друг Другу Тогда Мы Можем Сохранить Эту Землю И Это Сейчас Ценно Потому Что Одним Нажатием Кнопки Сейчас Можно Всю Землю Разрушить Поэтому Мы Должны Стремиться К Этому Пониманию Что Бог И Там Есть И Здесь И Что Все Люди Хорошие И Эти Люди Хорошие Еди Просто Всегда На Понимаете У У нас Нет Никаких Отношений С Деньгами Это У Денег Есть Отношения С Нами Если Говорить Более Таким Глубоким Языком То Есть Бог А Есть Его Супруга Ну То Есть Личность А Есть Энергия Понимаете Допустим Есть Солнце А Есть Солнечный Свет Вот Солнечный Свет Он Дает Нам Тепло Радость Но Источником Является Солнце Понимаете Если Мы Отделяем Одно От Другого И Говорить Как Улучшить Свои Отношения Солнечным Светом Можно Сказать Что Для Этого Нужно Улучшить Свои Отношения Солнцем Понимаете То Есть Энергия Благодати Божьей А Есть Бог И Вот Деньги Это Часть Энергии Благодати Потому Что Вы Зря Думаете Что Только Деньги Нужно У них Очень Высокое Положение В обществе Деньги Сами К ним В карман Валятся То есть Есть Деньги Есть Высокое Положение В обществе Тоже Благодать Здоровье Является Благодатью Божьей Допустим Талант Человек Является Благодатью Иногда Человек Настолько Талантлив Что Ему Даже Не надо Думать О Зарабатывании Денег Они Сами Валятся Из-за Его Способности Ему В карман Понимаете Ну то есть Другими словами Все эти Благодать Божья Означает Милость Милость Бога К человеку Понимаете И вот Надо Не в отношении С этой Милостью Вступать А надо Доказать Богу Что Ты Достоин Милости Вот Если Ты Докажешь Ему Это Если Ты Праведную Благородную Жизнь Живешь Тогда В результате Благородной Жизни Человек Получает Вещи Которые Называются Как бы Благодатью Божьей Или Накоплением Добрых дел В его Сознании Можно так Назвать Или Можно назвать Благочестием Человек Вот это Все объединяется В одном слове Благочестие Ну то есть Благочестие Это человек Когда рождается В следующей жизни У него Или Высокое образование Он получает Хорошую семью Хорошее рождение Получает Хорошую память Он получает Хорошую внешность Получает Хорошее здоровье Хороший интеллект И так далее И так далее Это все В результате Добрых дел Которые он совершил В прошлой жизни Поэтому Если вы хотите Наладить отношения С деньгами Совершайте Добрые дела И если вы докажете Богу Что вы добрый человек Тогда он вас Своей добротой И одарит Понимаете Других отношений Хитрых Как привлечь деньги Я это все Когда я это слышу Вижу Мне смешно Просто становится Потому что Понимаете Солнечный свет Никак к себе Не привлечешь Если он на тебя Не светит Значит не светит Ничего не сделаешь Может стали Увольнять с работ Двух за 4 месяца С тех пор Как решили пожениться Сейчас сидит У компьютера Целыми днями Играет на фондовой бирже Стал нервным Грубым Думает Что это его призвание Какое ваше мнение Это такой Серьезный вопрос Понимаете Когда люди женятся Это естественно Происходит Мужчина Когда он получает Вот доступ К женской энергии Он становится Ленивым Расслабленным Может стать Гордым Гневливым Похотливым То есть у него Естественно Естественно Начинают проявляться Какие-то недостатки Серьезные в характере Это результат Контакта Женской энергии Которая вот как раз Как благодать Она действует На мужчину Как благодать Эта энергия То есть она Его расслабляет Делает ленивым Гордым Вальяжным Там и так далее Вот вы попали В такой этап жизни Вот сейчас Женщины как бы Они сильно хотят Мужа Вот когда они получают Мужчина может Расслабиться И уже роль жизни Женщина должна быть Совестью мужа Она должна его Подбадривать Должна стимулировать К тому чтобы он Развивался Потому что если Женщина не прилагает Таких усилий Она хочет ему дарить Только любовь и радость Тогда он Совсем как Ватрушка станет Понимаете То есть нужно Немножко его Как-то Стимулировать К тому чтобы он Был активным в жизни И может быть Для этой стимуляции Вам понадобится Стать сильнее Самой Как личность Вот Вот книжка Жизнь любви У нас для этого есть Пожалуйста Изучайте Ручки у вас Соединились Видите На рисунке Вот теперь Поймите ответственность Вашей ручки По отношению Ко второй Вот И два Сердечка Видите Как бы у вас Соединились Вот там То что между ними Это ваши страдания Совместные Думайте Что только счастье Поэтому Как бы Что могу вам сказать Это закономерный этап Жизни любого мужчины Все мужчины рядом Женщины Расслабляются Поэтому Азбука успеха Я в этой книге Пишу Что когда Человек Мужчина Чему-то учится Он должен сначала Быть один Какое-то время Потому что Если он не один Значит он уже Не такой сильный Он уже теряет Возможность К развитию Импульса К развитию Не хватает Мужчина Когда один Он стремится По крайней мере Даже достичь женщины Это уже Импульс к развитию Ну то есть Вот такая ситуация В вашей жизни Только строгость Поможет вашему мужу Больше ничего Ему не поможет Восемь лет Нахожусь В затяжном декрете Раньше была Энергайзером Сейчас Бессилена И Как бы Нет сил Выхода на работу Но вот Хочется делать Ну вот Бывают Женщины Энергайзеры Такие Очень активные Жизнерадостные Мощные Такие женщины Способны Рожать Много детей Так что Энергия Она куда угодно Может пойти У женщины Это обычно Энергичные Такие женщины Они Какой-то полосу жизни Просто Как пулеметом Рожают Там Двое Трое Четверо Детей И затяжной Декрет В результате Получается Потом Естественно Женщина же Отдает силы Ребенку Очень много сил Отдают женщину Ребенку И она Становится Истощенной После этого Поэтому Следующим Этапом После Декретного Отпуска Должно Быть Наполнение Поэтому Я Аспект Наполнения Уже Сказал Это Когда Женщина Слушает Лекции Ходит на Духовные Программы Она Восстанавливается Психически Таким Образом Другой Этап Наполнения Это Спортзал Или Если Вы сами Сем Можете Заставить Двигаться Тогда Просто Природа Бег Зарядка На природе Или Спортзал Если У вас Не хватает Волевых сил Себя Заставить Тогда Пускай Инструктор Вами Позанимается Но В любом Случае Нужно Начать Восстанавливаться Нужно Накопить Эти силы То есть Нужна Природа И Социум Плюс Бог То есть Набрали сил А дальше Все Получится Пойдете Уже Куда-то Работать Там Как Успешно Воспитать Сына Или Дочь В полной Семье Вы знаете Успешно Означает Получить Знания Сначала Пожалуйста Шабва Аманашвили Вам Книга Искусство Семейного Воспитания Вот Получайте Знания Семечко Сначала Найдите Семечко Как Вы будете Воспитывать Ребенка Потом Дальше Нужно Еще Себя Для этого Семечко Почву Подготовить То есть Себя Развивать Как Личность Для того Чтобы Воспитывать Правильно И Отношения С мужем Построить То есть Среду Создать Солнышко Чтобы было Это отношение С мужем Почва Это Вы сами Как Личность И Семечко Это Книга Шабва Аманашвили Искусство Семейного Воспитания Потому что Если вы хотите Настоящую Мудрость То тогда Получайте От настоящих Людей Этот человек Доказал Своей жизнью Что он Знает Правильно Строить Отношения С родственниками У него Замечательная Семья И он Сам Мудрейший Человек Сам по себе И Долгожитель Еще К тому же Это Признак Тоже Мудрости Долго Прожить Жизнь Непросто Да Можно Как бы Личное Сообщение Мне написать Если Вам Нужны Эти Книги То Мы Вам Их Отправим Скажите Пожалуйста Как Оградить Детей От мяса И Других Вредных Продуктов При этом Если Дети Ходят В детский Садик Вы Не торопитесь Сначала Детей Отгородить От мяса Вы Поймите Что Через Детей Действует Также Ваша Судьба Вы Жили Определенной Жизнью В определенном Социуме И Вы Не Можете Сразу Его Поменять Вот Допустим Дети В моем Окружении Моих Друзей Не Ходят В садики Которых Едят Мясо Понимаете Но Для этого Эти люди Прошли Определенный Путь То есть Нужно Пройти Определенный Путь Чтобы Ваши Дети Попали В окружение В котором Не едят Мясо И Это Все Реально И Возможно Понимаете Но Пока Дети Не Попали В Это Окружение Вы Должны Принять То Окружение В котором Вы Жили Раньше Вы Должны К Нему Уважительно Относиться Если Сейчас Суждено Вам Которые Их Кормят Если Вас Любви Хватит Они Не Будут Кормить Мясом Или Второй Вариант Просто Пока Потерпеть Развиваться Духовно Дальше Придет Время И Вы Будете Жить В той Среде В которой Не Будет Того Что Вас Разгражает Разрушает Вашу Психику Понимаете Это Не Просто Достичь Такого Нужно Время Если Занимаешься Духовной Практикой Которые Находятся Рядом Начинаются Жаловаться У них Возникают Проблемы Происходят Мелкие Большие Проблемы Что В таком Случае Делать Вот Понимаете Вот Смотрите Если Говорить Глобально Об этой Теме То Вот Как Действует Судьба Вот У судьбы Есть Два Слоя Один Слой Наружный Или Приятный А второй Слой Внутренний Или Неприятный И Всегда Человек Своими Желаниями Поступками Мыслим Он Всегда Хочет Удачи Он Всегда Приятный Слой Судьбы Вытаскивает Наружу Пока Есть Возможность Его Иметь Человек Живет С ним А Когда Наступает Плохой Период Тогда Пропади Все Пропадом Понимаете Или Спивается Там Или Бросает Семью Ищет Ну То То Идет В разгул Понимаете Когда Человек Начинает Духовной Практикой Заниматься То У него Меняется Ситуация Потому Что Он Начинает Совершать Аскезы И Его Психика Проникает В неприятный Слой То То Есть Все Самое Тяжелое Выходит Наружу Когда Человек Занимается Духовной Практикой И В Это Время Начинается Этап Очищения То Он Хочет Человек Стать Благостным Перейти На Другой Этап Жизни На Более Высокий А Это Недешевая Вещь Потому Что Мы Много Жизни Копили Грехи И Вот Этот Этап Очищения Грехов Длится Достаточно Долго Времени Может Быть Несколько Лет Длится И Он Как Из Чего Состоит Из Того Что Начинают Нападать Родственники Там Тебя Никто Не Понимает Тебя В Духовной Практики Чтобы Заниматься Духовной Практикой Жить Счастливо Нужно Пройти Испытание Для Этого Сначала И Вы Сейчас И Проходите Нужно Учиться Принимать Людей Понимать Что Они Не Все Могут Понять Что Они Не Всегда Способны Принять Вашу Духовную Жизнь Но Постепенно Если Вы Действительно Искренне Те Кому Надо Примут Вашу Духовную Жизнь А Те Кто Не Захочет Принять Отвалятся Сами Понимаете Его Окружение Будет У вас Только Из Чистых Светлых Людей Но Для Этого Надо Платить Цену Цена Ваше Терпение Принятие Я Когда В Институте Учился Много Много Лет Назад То Меня Никто Не Понимал А Я Всех Принимал Я Просто По Доброму Ко Меня Все Понимают Принимают Я Все Люди Которые Меня Окружают Они Моих Взглядов Или Стремятся К таким Взглядам Понимаете Я всему Своё Время Нужно Ждать Скажите Пожалуйста Вот Доброту Мою Доброту Принимают Как Слабость И Вытирают Об Меня Ноги Когда Я Делаю Добрые Дела Что Делать Это Значит Что У вас Нет Доброты У У Есть Слабость Потому Что Настоящая Доброта Она Имеет Две Стороны Медали Первая Сторона Называется Чувствительность К людям И Понимание Их То Если Ты Чувствуешь Человека И Принимаешь Его Это Называется Добротой Это Одна Сторона Медали А Вторая Сторона Медали Называется Строгость То Если Вы Не Можете Проявлять Правильную Строгость Человеку Только Его Понимаете Чувствуете Правильно Но Не Можете Его Вести Правильным Кутем Рядом С собой Сдерживать От Неправильных Вещей То Это Не Истинная Доброта Часто Люди Думают Что Доброта Это Только По шерсти Глазит Но Нужно И так И так Правильно Делать Допустим Строгость Тоже Должна Быть Доброй И Доброта Должна Быть Строгой Понимаете То Если Доброта Не Строгая Это Недоброта Это Попустительство А Если Строгость Недобра Это Злоба Поэтому Научитесь Этим Двум Вещам Правильно И Тогда Вами Никто Не Будет Вытирать Но На самом деле Это Возможно Если Вы Сами Станете Сильной Личностью Понимаете Часто Легко Быть Добрым По Отношению К Сильным А Очень Трудно Быть По Отношению К Слабым Сильный По Настоящему Человек Это Тот Который Стал Уважаемым В глазах Других И При Этом Не Потерял Доброту К Тем Кто Слабее Его В Думаю Что Ваше Понимание Что Вы Добрый Человек Оно Больше Имеет Заблуждение Потому Что У вас Скорее Всего Очень Слабое Сердце Вы Просто По Попустительством Занимаетесь По Отношению К Людям А Недобрыми Делами Допустим Я могу Кормить Нищего Допустим Думаю Что Я ему Благо Делаю Он Это Все Будет Пропивать Это Не Сильно Доброе Дело Доброе Дело Это Когда Ты Реально Человеку Помогаешь Своими Добрым Сердцем А Не Превращаешь Его В Тунеядца Алкоголика Монстра Какого И так Далее Понимаете Как вдохновить Мужа Больше Зарабатывать Ну Вы Поймите Такую Вещь Что Ну Вот Допустим Взять Курицу Да То есть Если Ее Больше Кормить Она Больше Яичек Несет Понимаете Но Обычно Курицу Никто Больше Кормить Не Хочет А Яичек Хочется Больше Понимаете Вот Такая Философия Обычно Понимаете Кормить Мужчину Означает Не Только Кормить Его Физически Типа Больше Накормила Больше Денег Будет Нет Он Если Будете Слишком Много Его Кормить Он Просто Спать Будет На Диване Будет Объедаться Кормить Означает Развивать В данном Случае То есть Если Вы Сами Развиваются Духовно Если Вы Свою Семью Тянете Вверх Богу То Рано Или Поздно Ваш Много Зарабатывать Денег Но Понимаете Есть Еще Другой Другая Сторона Медаль Которая Вам Однозначно Не Понравится То Что Я Сейчас Скажу Понимаете Есть Еще У Женщины Большая Осознанность И Большая Осознанность У Женщины Означает Что Она Не Так Много Денег Хочет Понимаете Вот Поэтому Вы Разберитесь У Кого Из Вас Перегиб То Может Может Быть У Вас Муж Достаточно Зарабатывает Но Женщина Она Понимаете Сильно Всегда Хочет Материальный Плаг У Не Так Устроена Психика Потому Что Это Ее Самосохранение Нужно Больше Квартира Нужно Больше Возможности Больше Удобств Больше Комфорта Больше Денег Больше Средств Больше И Все Больше 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 И Все Это От Мужа Должно исходить Понимаете Духовное Развитие Для Мужчины Означает Ответственность То есть Он Больше Дает А Духовное Развитие Для Женщины Означает Меньше Желать Или Хотеть Вот Это Сложно Понять Когда Это Все Вместе Соединяется Когда Происходит Жизнь В Любви Понимаете Вы Должны Это Подостигнуть Соединить Возможности Мужа И Ваши Потребности Если Вы Соединить Не Можете Жизнь Любви Не Будет Вопрос От Парня Вот Нахожусь Долгое Время В Одиночестве Не Могу Встретить Вторую Половинку Что Делать Но Обычно Это Бывает Вот У Мужчин В Несколько Случаях Вот Мой Опыт Показ Первый Случай Это Стеснительность Природная То Когда Мужчина Сам По Себе Он Боится Знакомиться Вот Вторая Причина Это Конфликтность То есть Допустим Мужчина Может быть Одиноким Из-за того Что он Не может Переносить Женские Эмоции То есть Он Может Быть Слишком Раздражительным Реагировать Сильно Сильно Чувствительно Женские Эмоции Вторая Причина Одиночества И третья Причина Это Неразвитость Когда Мужчина Ну Не может Поддерживать Семью Он Ленивый По Природе Ему на Жизни хватает Самому И ладно Вот То есть Вы разберитесь Это Три Основные Причины Если Вы Стеснительный Человек Вам Поможет Просто Старшие Или Друзья Которые Вас С кем То Познакомят Нужно Обратиться За помощью Мы Скоро Запускаем Проект Который Называется Создание И Сохранение Семьи Благости То есть Этот Проект Может Через Пару Месяцев Запустится Там Можно Таким Стеснительным Людям Найти Нормальную Девушку Еще Пройти Правильное Образование Чтоб С ней Познакомиться Еще И вам Помогут Познакомиться Специалист Вот Вторая Причина Если Вы Допустим Гневливый Раздражительный Ну Работайте Над собой Развивайтесь Научитесь Созрейте Как Мужчина Яблоко Если Зеленое То Ему Надо Просто Стать Зрелым Чтоб Оно Было Сладким Вот Работать Устройтесь Когда Мужчина Просто Где-то Работает Постепенно Он Становится Успешным Он Крепнет Сам Труд Угрепляет Мужчину Вот Решите Три Вопроса И Думаю Что Все У вас Наладится А вот Если Все Делаешь Слушаешь Лекции Не Получается Что Может Еще Помочь Что Можно Сделать Вам Не Хватает Так Называем Духовного Пинка Не Хватает Так Сказать Ну Не Хватает Среды В Которой Бы Развивались Понимаете Для Этого Существуют У нас Клубы Благость Онлайн Ретриты Молитвенные Для Этого Существует Фестиваль Благость На Который Вот Люди Приезжают И Получают Такой Как Мы Говорим Духовный Пинок То есть Он Там Живет В этой Среде Которая Ему Создают Сотни Людей Которые Так Живут Совместно И Как Бы Там Не то Что Они Там Как Баскетируют Как То Нет Там Счастливая Правильная Комфортная Жизнь С хорошим Питанием Но Люди Получают Такое Общение Что Потом На целый Год Хватает И Бегать И Прыгать И Молиться И Растение Говорит У Меня Почва Хорошее Я Само По Себе Растение Хорошее Чем Не Хватает Солнце То Есть Не Хватает Среды Не Хватает Силы Какой То Которая Вошла В Тебя И Потом Там Жила Так Что Получайте Эту Силу Через Лекции Через Общение Духовное Через Клубы Благость Через Храмы И Через Наш Фестиваль Благости Что Может Означать Когда По Всем Признакам Тяжелая Карма В Отношениях Но С мужем Уже Шесть Лет В Браке И Все Хорошо Любим Друг Друга Ну Как Б Думаю Что Это Означает Что Вы Ошиблись У 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 Когда Тяжелая Карма Это Означает Что Ты Занимаешься Духовной Практикой У 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 Чрезмерных У 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 Как Избавиться От Страхов Страх Займите Себе Страх Вы У У У Это Естественная Вещь Я Когда Начинал Лекции Читать Я Помню Первый Раз Когда Я Зашел В зал В котором Сидело 400 Человек У 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 Страх Это Естественная Вещь Непонятного Непознанного Оценки Людей Как Б Ну То Есть Всегда Это Испытание Для Человека Когда Я Помню Первый Раз Меня Начали Критиковать Я Так Сильна Среагировал А Сейчас Как Будто Этих Людей Для Меня Вообще Полностью Не Существует То Есть Чего Не Говорят Вот Ну То Всегда человек ко всему привыкает, и всегда он достигает определенной силы во всем. Поэтому нужно просто привыкать, то есть если вы хотите лекции читать, читайте, начните читать, пройдет время, и вы не будете бояться людей, вы не будете бояться аудитории, потому что у вас придет какая-то сила внутренняя. Это приходит просто со временем, с опытом и все, надо просто пробовать, не бояться. Вопрос про успешность. Для других получается делать, а для себя заработать не могу. Как это преодолеть? Для других получается заработать, для себя не получается. Это значит, получается другая крайность. Вы как бы такой человек. Надо найти друзей, которые бы вам помогли договариваться с другими, чтобы вам тоже хватало. Вот если вы в договор как бы входите, в договорные обязательства, вы должны привлекать каких-то других людей, которые бы вас защитили в отношении финансовых. Допустим, вы договорились с кем-то, потому что можно же всегда, зарабатывая другим, всегда так и делают люди, зарабатывая другим, мы всегда тоже какую-то долю получаем. И может быть, не маленькую, понимаете? Но всегда нужно зарабатывать вместе, не нужно зарабатывать только на себя, это только лупцы так делают. Вот поэтому, если у вас есть уже способность зарабатывать другим, вам нужно просто кто-то, чтобы помог вам отстоять ваши права в этом вопросе и все. Давайте пожелаем, вот новый год прошел и вот что-то проживайте в новом году и будем на этом. Я вам желаю как бы в этом новом году, чтобы все было хорошо, чтобы этот год нормально прошел, самое главное без войны, чтобы у нас прошел, чтобы вы развивались нормально, чтобы не было несчастных случаев никаких, чтобы вы никогда не делали глупости, прежде чем какой-то суровый, какой-то опасный шаг в жизни совершить, вам лучше несколько раз подумать, вот, помолиться. Ну, то есть я вам желаю трезвых головы, удачи, здоровья и мира, самое главное, мира на нашей земле. Да, мы под Сартем желаем вам всем счастья, всем доброго. Спасибо. 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 Спасибо.